Итак, мы установили диагноз. Мы выявили у человека анемию и мы доказали железодефицит. Мы, безусловно, будем лечить причину заболевания. Да, если это возможно. И в любом случае будем лечить железодефицит. Какой же препарат выбрать? В настоящее время препараты железосуществующие. Есть пероральные, есть парентеральные. Пероральные, собственно говоря, различные виды солей. Наиболее известными из пероральных препаратов железа, наверное, являются препараты сульфата железа. Различные коммерческие названия. Ну и, собственно говоря, препараты тоже пероральные, препараты парентеральные. Наиболее известные, может быть, доступные. Трехвалентного железа эпидроксид. Полимальтозный комплекс. Препарат феррумлек, существующий в виде таблетированных форм и в инъекционной форме для внутримышечного введения. Из солевых препаратов сульфат железа, наверное, больше всего препаратов существует на рынке. Тоже очень известные препараты. И, в общем, не могу не признать, достаточно эффективные препараты. Но при этом, ввиду того, что двухвалентное железо, входящее в состав этих лекарственных препаратов, оказывается в желудочно-кишечном тракте, неконтролируемо путем фактически прямой диффузии. То есть из области с большей концентрацией переходит в областью с меньшей концентрацией. Поскольку процесс неконтролируемый, достаточно часто возможны передозировки, и этот процесс отличается высокой токсичностью. Потому что вот эти нежелательные явления, развивающиеся при приеме сульфата железа, тошнота, боли в верхних отделах живота и так далее, связаны именно с токсическим действием препарата на слизистую желудочно-кишечного тракта. В результате чего в ряде стран Европы препараты на основе сульфата железа частично запрещены. А в Российской Федерации с 2009 года для беременных больше не регистрируются препараты, в которых входит сульфат железа. Препараты трехвалентного железа гидроксид-пульмальтозного комплекса отличаются гораздо лучшей переносимостью. В частности, посмотрите, пожалуйста, проведены исследования на очень деликатной группе пациентов, беременной женщины. Прямое сравнительное исследование препарата феррумлек и сульфат железа. Да, безусловно, в группе феррумлека было существенно меньше пациенток с тошнотой, рвотой и запорами. Метаанализ шести сравнительных рандомизированных исследований препарата феррумлек по сравнению с препаратами двухвалентного железа. Также показал существенно меньший процент возникновения побочных эффектов в группе пациентов, принимавших феррумлек. Это казалось и тошноты, и диареи, и запора, и такой неприятности, как окрашивание зубов. Кроме того, помимо того, что применение препарата феррумлек сопровождалось лучшей переносимостью, а значит лучшей комплоентностью к лечению, что нам чрезвычайно важно, потому что нам нужно быть уверенным в препарате, который мы применяем, потому что мы должны быть уверены, что пациент будет выполнять наши рекомендации. Кроме этого, применение препарата феррумлек по сравнению с упадом железа в клинических исследованиях сопровождалось в полтора раза более быстрым повышением уровня перетина, что говорит о его большей эффективности. Таким образом, что мы имеем на сегодняшний день? Мы понимаем, что солевые препараты железа создают нам ряд проблем. Они могут вызвать передозировку вследствие своего неконтролируемого всасывания, они могут взаимодействовать с другими лекарственными препаратами, они в части случаев вызывают достаточно выраженный металлический привкус во рту, могут вызывать окрашивание эмали зубов и десен иногда стойкое, в результате чего треть пациентов с анемией может отказаться от лечения. Треть пациентов откажется от наших с вами назначений. Выход из этой ситуации – применение препаратов, например, трехвалентного железогидроксид полимальтозного комплекса, который отличается высокой безопасностью, отсутствием риска передозировки и интоксикации, потому что этот препарат всасывается с помощью активного транспорта, то есть так, как это происходит физиологично в нормальном организме. Ну и, собственно говоря, таким образом обеспечивает нам хорошую переносимость и высокую приверженность пациентов к лечению. Кстати говоря, еще и не для этого препарата отсутствует взаимодействие с другими лекарственными препаратами и пищевыми продуктами. И, собственно говоря, именно поэтому в рекомендациях 2015 года Дмитрия Рогачева, это, собственно говоря, очень удачные, на мой взгляд, рекомендации, которые писали с детскими гематологами, препарат трехвалентного железогидроксид полимальтозного комплекса обозначен как препарат, имеющий безусловные преимущества по сравнению с другими и являющийся предпочтительным в лечении железодефицитной анемии. Несколько слов о показаниях для назначения парентеральных препаратов форм железа. Эти показания прямо расписаны, существуют, мы должны о них знать. Это постгеморрагическая анемия тяжелой степени со снижением уровня гемоглобина менее 70. Это непереносимость или неэффективность или резистентность к пероральным формам железа. Это необходимость быстро поднять гемоглобин. Это анемии хронических заболеваний при любой тяжести анемии при установленном дефиците железа. И это установленный диагноз патологии желудочно-кишечного тракта с нарушением усвоения железа. Как долго лечить? Вот это очень важно. Уважаемые коллеги, мы очень часто недолечиваем наших пациентов. И это неправильно. Считается, что первой линией лечения гемоглобина является пероральные железа, содержащие препараты. Ну, собственно говоря, если нет вот тех специальных показаний, о которых мы сказали выше. Это первый пункт. Второе. Достаточная длительность курса лечения. Мы должны с вами не только нормализовать гемоглобин нашему пациенту, мы должны нормализовать уровень ферритина. Именно таким образом мы будем уверены, что мы заполнили запасы железа в организме. Мы заполнили ДПО. Заполнение запасов железа в организме проводится поддерживающими дозами препаратов железа. И, собственно говоря, как я уже сказала, определяется по нормализации уровня ферритина. Если мы говорим о пероральных препаратах железа, насыщающая доза препарата – это 200-300 миллиграммов элементарного железа в сутки. Больше нет смысла, просто не всасывается. Необходимое количество фарентерального препарата для лечения железной циклой анемии, оно рассчитывается по формуле, о которой мы скажем ниже, оно индивидуально зависит от уровня, собственного гемоглобина текущего. Тогда, когда мы достигли нормальных цифр гемоглобина, заполняем ДПО мы с помощью поддерживающих доз препаратов железа. У взрослых используется поддерживающая доза препарата 100 миллиграмм эквивалентного железа. Как оценить эффективность торопей? Тоже выработаны критерии, все очень просто. Мы должны оценить наличие ретикулцитарного криза, то есть повышение количества ретикулоцитов на 2-3% через 7-10 дней терапии. Мы должны оценить повышение уровня гемоглобина при применении адекватных доз не менее чем на 10 грамм на литр через месяц терапии. Исчезновение клинических проявлений анемии мы ожидаем через 1-1,5 месяца от начала терапии. Ну и, собственно говоря, повышение уровня фиетина до более чем 30 микрограмм влиты через 3-6 месяцев лечения, в зависимости от того, в какой степени тяжести была у нас анемия. Почему терапия наша может оказаться неэффективной? Ну, во-первых, мы, к сожалению, можем поставить ошибочный диагноз, особенно если мы не проведем те исследования, о которых я сказала, вот те самые исследования, показатели метаболизма железа, и ошибемся в диагностях. Наша терапия может оказаться неэффективной, если в организме есть какие-то латентные или протекающие в стертой форме сопутствующие заболевания. Наша терапия может оказаться неэффективной, если мы используем недостаточные дозы препарата, либо употребляем железосодержащие препараты, солевые железосодержащие препараты с другими лекарствами, которые снижают абсорбцию железа в желудочно-кишечном тракте, например, с антоцидами, с препаратами кальция, или наш пациент злоупотребляет чаем или кофе. Наша терапия может оказаться неэффективной, если у нашего пациента есть какие-то неконтролируемые, как правило, скрытые небольшие кровотечения. Если у нас есть синдром нарушенного всасывания железа, это достаточно частое состояние, распространенное у пациентов с хеликобактерной инфекцией. Если наш пациент плохо привержен к лечению, мы в этом можем виноваты мы сами, если мы выберем не тот препарат, и пациент его будет плохо переносить. И, собственно говоря, если в нашей ситуации имеется неадекватно низкая относительно тяжести анонимии продукция эритропоетина. В этой ситуации мы должны помочь, привнеся этот самый эритропоетин извне с помощью лекарственных препаратов. Давайте разберем два клинических примера и обсудим тактику ведения пациентов с железодефицитной анемией и анемией хронических заболеваний. Итак, перед нами пациент 72 лет, который пришел к нам на прием, жалуясь на подышку, сердцебиение, слабость. Мы знаем о том, что перед нами гипертоник, который несколько лет назад перенес острый инфаркт миокарда, принимает определенную терапию, положенную ему в этой ситуации, ну и, собственно говоря, плохое самочувствие отмечает в течение последнего месяца, когда стали появились и стали нарастать вышеперечисленные жалобы. Одышка, сердцебиение, слабость. Кроме того, мы знаем, пациент нам рассказал, что он страдает остеоартритом и с целью купирования болевого синдрома два-три раза в неделю самостоятельно принимает какие-то обезболивающие препараты. Мы осматриваем нашего пациента, пациент бледен, при этом у него нет клинических признаков сердечной недостаточности, у него нет застоев легких, периферических отеков. Обращаем еще внимание на то, что определяется систолический шум на аорте и верхушке. На ЭКГ, безусловно, имеется гипертрофия миокарда левого желудочка, имеют трубцовые изменения миокарда передней перегородочной области, но при этом глобальная систолическая функция левого желудочка сохранена, фракция выпаса 55%, и патологии клапанов, которые могли бы обусловить нам такую остеотеренную картину, тоже не обнаружены. Логично предположить, что у этого пациента может быть анемия. Мы берем у него общий анализ крови, в котором действительно выявляем снижение уровня гемоглобина при нормальном числе эритроцитов и других клеток крови, и обнаруживаем при этом, что средний объем эритроцитов у нас также снижен. Как я уже говорила, мы можем рассчитать цветовой показатель, давно существующая простая формула, гемоглобин, выраженный в граммах на литр, умножить на три и поделить на первые три цифры эритроцитов. В данной ситуации цветовой показатель составил 0,78, и все это в совокупности говорит нам о наличии у нашего пациента гипохромной микроцитарной анемии. В соответствии с ныне действующими рекомендациями, мы констатируем, что это анемия легкой степени тяжести. Поскольку она гипохромная микроцитарная, конечно, в первую очередь мы у пациента, регулярно употребляющего безболивающие препараты, думаем о железодефицитной анемии, и исследуем показатели метаболизма железа в организме, которые, да, оказываются следующими. Сывороточное железо снижено, общая железосвязывающая способность сыворотки повышена, фиетин 18 микрограмм на литр, то есть ниже вот тех самых 30 того порогового значения, от которого мы отталкиваемся, ну и повышенными оказались растворимые трансфериновые рецепторы. Собственно говоря, все указанные признаки подтверждают нам наличие у нашего пациента железодефицитной анемии. Таким образом, пациенту выставляется диагноз железодефицитная анемия в легкой степени. Опять-таки, понимая, что наш пациент регулярно принимает нестероидные противовоспалительные препараты, мы предполагаем, что причиной железодефицита являются скрытые кровопотери, может быть, скрытые кровопотери из желудочно-кишечного тракта, что, собственно, и доказываем при проведении гастроскопии, где выявляем эрозии, эпитыхи локализации в антральном отделе желудка. Какая у нас скрытая кровь оказывается положительной. Мы, безусловно, лечим причину анемии, мы лечим МПВП, ассоциированную гастропатию, назначаем пациенту инкибиторы протоновой помпы, убеждаем его отказаться от приема нестероидных противовоспалительных препаратов, но и при этом лечим саму железодефицитную анемию. Назначена терапия препаратом трехвалентного железа гидроксид полимальтозного комплекса препарат феррублет перорально в насыщающей дозе 100 мг в 3 раза в сутки. Выбор обусловлен хорошей переносимостью, высокой эффективностью и, естественно, таким образом высокой комплоентностью пациента к проводимой терапии и нашей уверенностью в том, что лечение пациенту поможет и наши рекомендации пациент будет соблюдать. Оцениваем эффективность проводимой терапии. На седьмой день мы видим, что гемоглобин нашего пациента собственно еще не очень сильно поднялся, но мы этого и не ждем через неделю от начала лечения. Мы обнаруживаем увеличение количества ретиклоцитов, что свидетельствует о том, что мы на правильном пути. А вот через месяц мы, собственно говоря, обнаруживаем, что гемоглобин у нашего пациента поднялся более чем на 10 грамм на литр, что свидетельствует об эффективности проводимой терапии и опять-таки о правильности диагноза. Мы получили ретиклоцитарный криз через неделю и мы обнаружили повышение уровня гемоглобина через месяц от начала ферротерапии. Как долго продолжать лечение? Еще раз, уважаемые коллеги, мы продолжаем лечение не только до нормализации уровня гемоглобина, но и до насыщения ДПО железа в организме. Когда мы достигли нормальных цифр гемоглобина, мы переходим на поддерживающую дозу препарата 100 мг лимитарного железа один раз в сутки до нормализации уровня ферритина. В случае легкой железодефицитной анемии на это требуется, как правило, 2-3 месяца. Следующий клинический пример. Пациент 74 лет, жалующийся на учащенное сердцебиение, нарастание одышки, отеков, общую слабость. Это тоже комарбинный, как сейчас стремительно говорить, пациент, страдающий артериальной гипертензией, перенесший инфаркт миокарда в течение последних двух лет, имеющий клиническую картину хронической сердечной недостаточности, принимающий положенную в этой ситуации терапию. При осмотре мы видим, что пациент наш бледен, есть отеки голени и стоп, у нашего пациента есть аускультативные признаки застоя в легких, тоже выслушивается систолический шум на аорте и верхушке, при проведении инструментального исследования мы точно так же на ЭКГ выявляем лапцовое изменение миокарда и при эхокардиографии некоторое незначительное но все-таки снижение систолической функции левого желчка при нормальном состоянии клапанного аппарата. Таким образом, чем же можно объяснить симптомы у нашего пациента? Да, безусловно, у пациента есть и клинические признаки сердечной недостаточности и заболевания, которые могло к ней привести. Но наличие бредности, наличие систолического шума при выслушивании наводит нас на мысль о том, что у пациента может быть еще и анемия, а скорее всего есть сочетание этих двух составляющих. И при проведении лабораторного исследования мы действительно получаем общий анализ крови, которым отмечается снижение уровня гемоглобина с уменьшением их среднего объема при нормальном уровне эритроцитов, ретипулоцитов и прочих клеток крови. Посчитав цветовой показатель, мы выясняем, что у нашего пациента он составляет 0,74, и мы говорим о том, что да, мы имеем в данной ситуации гипохромную микроцитарную анемию в средней степени тяжести. Мы точно так же, как и в предыдущем случае, определяем у нашего пациента лабораторные показатели метаболизма железа, сывороточное железо, ферритин, трансферин, насыщение трансферина железом, уже СС растворимые рецепторы трансферина. И оказывается, что да, действительно у нашего пациента сывороточное железо снижено. Кроме этого, насыщение трансферина железом 12%, это ниже нормы, и при этом нормальный уровень ферритина и нормальный уровень растворимых трансфериновых рецептах. Еще раз. Низкое железо, сниженное насыщение трансфериновым железом, нормальный фитер. О чем это говорит? Это вот в данной ситуации пример сочетания железодефицита и анемии хронических заболеваний. Напоминаю вам о том, что хроническая сердечная недостаточность это то заболевание, которое может сопровождаться развитием анемии, поскольку определенную роль в развитии хронической сердечной недостаточности вносит хроническое малоинтенсивное воспаление. О наличии железодефицита у нашего конкретного пациента говорит снижение насыщения трансферина железа. Мы имеем в данной ситуации пациента с анемией хронических заболеваний, средней степени тяжести, которые сопровождаются функциональным дефицитом железа. Что же мы должны сделать? Ну, конечно, мы должны назначить пациенту нашему терапию, направленную на купирование декомпенсации хронической сердечной недостаточности, но поскольку мы доказали дефицит железа, а мы его доказали низким уровнем насыщения трансферина железом, мы применяем в этой ситуации препараты железа, но поскольку это анемия хронических заболеваний, в данной ситуации мы должны применять парантеральные формы железа. В частности, пожалуйста, препарат трехвалентного железа гидроксид полимальтосного комплекса феррумлек, раствор для внутримышечного введения. Как рассчитать дозу препарата, которую мы должны ввести нашему пациенту? Поскольку длительность лечения с использованием парантеральных препаратов определяется, собственно говоря, не количеством не лечения, а количеством ампул препаратов. Нам нужно знать массу тела нашего конкретного пациента, мы должны знать его конкретный гемоглобин, ну и дальше, собственно говоря, еще в форму введены так называемый расчетный гемоглобин, который для пациентов с массой тела выше 35 килограмм, составляет 150 грамм на литр, и нужен нам еще такой показатель, как депонированное железо. Это то самое дополнительное железо, которое мы вносим в организм для того, чтобы пополнить запасы депо. Опять-таки, для пациента с массой тела выше 35 килограмм, депонированное железо составляет 500 миллиграмм. Разработана формула, которой очень легко воспользоваться, и если мы говорим о нашем конкретном пациенте, пожалуйста, масса тела 70 килограмм, его гемоглобин 97 грамм на литр, проведя расчет, мы получаем, что общий дефицит железа в его конкретном организме составляет 1390, ну, почти 1400 миллиграмм железа. Исходя из того, что в одной ампуле препарата фермлек содержится 100 миллиграмм железа, мы делим этот общий дефицит на 100 и получаем, что нам требуется 14 ампул препарата фермлек. Ну, мы понимаем, что все 14 ампул мы, так сказать, в один присест пациента не введем, и максимальная суточная доза препарата фермлек составляет 200 миллиграмм, то есть максимум 2 ампулы в сутки. И если необходимая доза препарата фермлек превышает максимальную суточную, то просто введение препарата должно быть дробным в течение нескольких минут. Слыха слов о введении препарата фермлек внутримышечной. Ну, собственно говоря, ни для кого из нас не является секретом, что введение препарата железа в мышцу может быть болезненным и может после себя оставлять такие коричневые следы, которые могут не нравиться нашим пациентам. Решение этой проблемы на самом деле очень простое. Правильная техника инъекции имеет решающее значение для снижения частоты местных побочных эффектов. Только всего. два момента нужно учитывать в этой ситуации. Вентроягодичный путь введения и так называемая техника затрекинга. Первое, о чем мы поговорим, методика вентроягодичной инъекции. Она рекомендована для этих препаратов вместо общей принятой верхненаружной квадрант живота. Как нам это понять? Смотрите, пожалуйста, вот пациент лежит к медсестре на боку, повернувшись к медсестре спиной. Дальше мы определяем точку инъекции. Ладонь медсестры левой руки располагается над областью большого вертела гедренной кости. Далее мы определяем точки. Точка А соответствует передней и верхней ости подвздошной кости, на нее указывает указательный палец, когда рука медсестры лежит правильным образом. точка Б соответствует гребню подвздошной кости, на нее направлен средний палец. Треуголик между максимальными фалангами указательного и среднего пальца это, собственно говоря, место инъекции. Вводим препарат в среднюю ягодичную мышцу. Техника Z-трекинг, вот чтобы не было этих некрасивых пятен после инъекции препарата фермлек. Прежде чем ввести иглу, необходимо сдвинуть кожу вниз примерно на 2 сантиметра просто для того, чтобы потом, после того, как вы иглу извлечете из пациента, закрыть канал прокола. Это предотвращает проникновение введенного препарата в подкожные ткани и окрашивание кожи всего-то навсего. После инъекции игла медленно извлекается, участок кожи, прилегающий к месту инъекции, в течение пяти минут плотно прижимается пальцем. Все, больше никаких, собственно говоря, проблем эти инъекции нам не создадут. Ну и резюмируя вышесказанное, еще раз, уважаемые коллеги, наша задача не только нормализовать гемоглобин пациента, но и пополнить депо железа в организме. В противном случае, через некоторое время, этот больной снова вернется к нам, он снова будет с нами. Для решения этих вопросов нам нужен препарат, который хорошо переносится, высокоэффективен, обеспечивает высокую комплаентность пациентов к лечению и нашу уверенность в происходящих событиях. Таким препаратом, собственно говоря, является доступный, недорогой препарат трехвалентного железа гидроксид полимальтозного комплекса препарат фермлек. Ну, собственно говоря, на этой ноте я, наверное, хотела бы закончить свою презентацию. Продолжение следует... Продолжение следует...